Вы должны пожаловать в курс обучения для охранников. Я буду вашим голографическим инструктором. Сначала наденьте ваш жилет и шлем. Их можно найти в следующей комнате. Когда вы увидите одну из этих кнопок, нажмите ее, а я повторю инструкции или покажу, как все нужно правильно делать. Здесь вы сможете найти стандартный защитный шлем. Он сможет защищать вас от любых физических воздействий, с которыми вы можете столкнуться, находясь на посту. Когда ваши доспехи сильно повреждены и станут непригодными, вы должны найти новый шлем и доспехи. Сначала ходить в доспехах будет немного трудновато. Постарайтесь как можно быстрее приспособиться к ним. После этого направляйтесь в следующий сектор прямо за углом. Первое движение, которому вы должны научиться, это прыжок. Чтобы продолжить, вам придется преодолеть все эти три преграды. Посмотрите, как это делаю я, а затем попробуйте сами. Отлично, направляйтесь к следующему сектору. Вы должны проблечься под следующими преградами. Вы можете передвигаться очень тихо, сидя или лежа. Это может очень пригодиться, когда вы захотите, чтобы вас никто не услышал. Просто здорово. Я с трудом заметил тебя. Работаю в следующую зону. А теперь попробуйте сочетать движение. Вы должны прыгнуть, присесть, а затем опять прыгнуть. Это подготовит вас к следующей комнате, где вам придется делать оба этих движения. Отлично, работа. Готовься к отправке следующего ряда. Чтобы залезть в эту трубу, необходимо совершить прыжок с приседанием. Для этого вы должны встать прямо перед трубой и, направившись вперед, подпрыгнуть и удерживать клавишу прыжка для приседания в воздухе. Сначала это может показаться сложным заданием, но в дальнейшем это вам, безусловно, пригодится. Молодцы. Подойдите прямо к лестнице, посмотрите вверх и продолжайте идти вперед. Если необходимо скуститься обратно, просто идти назад. Каждый следующий прыжок будет сложнее. Не волнуйтесь, если что-то пропустили. Просто поднимитесь и повторите все заново. Если вы можете... Для того, чтобы вызвать лифт, подойдите к кнопке и, стоя к ней лицом, нажмите клавишу применить. Сейчас на второй пол вы можете только спуститься. Найдите цель на полу внизу и постарайтесь попасть в нее. При падении вы сможете справиться и не волнуйтесь. В следующем секторе вам окажут первую помощь. Вы будете находить такие аптечки на территории всего научно-исследовательского комплекса. Для восстановления своего здоровья подойдите к аптечке, а затем нажмите и удерживайте клавишу применить. Ваше здоровье будет восстанавливаться постепенно, пока оно не будет восстановлено полностью или пока не будет израсходована аптечка. Снова применить такую аптечку уже нельзя. Вы будете встречать зарядные станции на территории всего комплекса. Однако эти станции может использовать только квалифицированный научный персонал, оснащенный оборудованием для защиты от опасного воздействия окружающей среды. Поэтому они не смогут быть доступны для вас, пока вы будете находиться на своем посту. Чтобы повернуть этот мост, подойдите к маховику управления и нажмите клавишу применить. Отлично! В некоторых случаях вам придется полагаться на быстроту своей реакции. Попробуйте сами прыгнуть через эту брешь. Вы должны столкнуть ящики в яму. Это очень сложно. Если вы не можете убрать преграду со своего пути, вы должны попытаться передвинуть ее. Чтобы передвинуть ящик, подойдите к нему и нажмите клавишу применить. Удерживая клавишу применить, отойдите назад и потяните ящик за собой. Если ничего не помогает, вам нужно будет постараться уничтожить объект, блокирующий вас. В следующем секторе вам понадобятся фонари. Отлично! Не забывайте, что ваш фонарик со временем может разряжаться. Поэтому выключайте его, когда он вам не нужен. Выключенный фонарик будет перезаряжаться. Добро пожаловать на стрельбище. Здесь вы можете стрелять из своего оружия. Перезаряжать его и стрелять из подствольного гранатомета. Возьмите свое снаряжение и направляйтесь на позицию для стрельбы. Чтобы пройти этот курс, вы должны поразить все цели. Если вы промахнулись, не волнуйтесь. Цели будут продолжать двигаться, пока вы в них не попадете. Если вы захотите поскорее завершить обучение на полигоне, постарайтесь перезаряжать свое оружие во время стрельбы, чтобы не оказаться без патронов в самый неподходящий момент. Чтобы выстрелить из гранатомета, нажмите кнопку дополнительного режима стрельбы. Некоторые цели можно уничтожить только с помощью гранат. Я начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Вы завершили обучение на полигоне. Теперь вы можете перейти в следующий сектор. На своем экране вы увидите, что у вас заканчивается кислород. Значит, вы снова должны вдохнуть чистого воздуха. Когда вы будете проходить этот курс, уровень кислорода в крови начнет падать. В середине курса у вас появится возможность подняться на поверхность и вдохнуть воздуха. Подняться на поверхность и снова вдохнуть воздух. Вы восстанавливаете здоровье, потерянное из-за задержки дыхания во время подъема. Когда вы будете проходить через огонь или парк, на экране увидите иконки повреждения. Стрелки направления в центре экрана укажут направление, в котором наносится повреждение. Прибежение к источнику радиации на экране в вашем шлеме будет включен счетчик Гейгера. Остальные источники биологической и химической опасности также живут на вашем экране. Направляйтесь в следующий сектор. Отведите ученого в следующую комнату. Он откроет дверь, которая ведет обратно к системе сообщения. Чтобы заставить кого-либо проследовать за вами, подойдите к нему и нажмите клавишу применить. Затем он будет следовать за вами, пока вы не повернетесь к нему и опять не нажмете клавишу применить. Да, я поеду с тобой, если хочешь. Доступ предоставлен. Чтобы сесть в поезд, нажмите клавишу применить. После этого двигайтесь вперед или назад для повышения или снижения скорости поезда. Еще раз нажмите кнопку применить, чтобы покинуть поезд. Поздравляем с завершением курса общения для охранников. Теперь вы можете стать полноправным членом отряда охранников «Синяя бригада». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...